...интервью Марии Максаковой, которая та на днях дала одному из украинских каналов. Зрители в социальных сетях поделились своим мнением относительно слов оперной дивы. Мария Максакова отдала большое интервью, в котором откровенно рассказала о личной жизни, о покойном муже, экс-депутате Денисе Вороненкове, о непростых отношениях с матерью, актрисой Людмилой Максаковой и о внушительном наследстве и так далее. Несмотря на то, что беседа вышла в эфир еще несколько дней назад, общественность, конечно, не может успокоиться и по-разному воспринимает слова Максаковой. Причем оценка ее откровений весьма разнообразна. Некоторые обвинили ее в алчности, на том, что она играет на смерти мужа. Некоторые говорили, что все, что она хочет, это чтобы наследство Вороненкова досталось полностью ей, поскольку сейчас идут судебные тяжбы по поводу недвижимости, а также счета. Ну, в общем, слова Максаковой вызвали большой резонанс, который вырезался в жарких обсуждениях блогеров в различных сетях. Причем часто они, конечно, носили весьма жесткий характер, даже, скажу так, с элементами ненормативной лексики. Ранее Мария Максакова рассказала о том, какое давление ей приходилось выдерживать от родной матери. Просто процитирую. Я стала пользоваться косметикой. Маму это раздражало. Однажды я накрасилась, а она взяла грязную губку, которую моет посуду, дурно пахнущую, и попробовала смыть. Я стерпел это унижение, но помню о нем до сих пор. И я поняла, что с этой женщиной мне придется и дальше общаться, как бы она со мной не обращалась. Но в неполных 18 лет я закрыла дверь этого дома и стараясь об этом не вспоминать. Вот так вот разоткровенничалась Максакова. Ну что ж, бог и судья. На этом у меня все. Более детальной информации. Продолжение следует...